всем привет друзья с вами варчик снова поговорим про оборудование 2.0 взглянул на это оборудование которое разделено у нас на 4 категории здесь у нас есть огневая мощь живучесть мобильность и разведка что сразу бросается в глаза то что вентиляция находится в огневой мощи мобильности и разведки сразу в трех категориях это у нас уже накладывает что что вентиляция будет у многих танков теперь улучшенной поскольку она подходит сразу по три категории и если раньше обычная вентиляция давала 5 процентов то сейчас у многих кто часто пользуются вентиляцией она будет давать шесть с половиной процентов ко всем умениям всего экипажа то есть грубо говоря у нас все танки в игре которые используют вентиляцию и попадают под три категории огневая мощь мобильность или разведка а это практически все категории не затрагиваться только живучесть а в живучесть у нас чаще всего будут всплывать только тяжи ну и возможно какие-нибудь там жирные стэшки или птэшки которые не все жирные так вот большая часть категорий подпадает под то что вентиляция будет улучшенная и будет давать шесть половиной процентов но это казалось бы не слишком много но представьте что допустим 50 процентов рандома вдруг имеют танчики чуть чуть лучше и на большой дистанции это скажется таким образом что все будут чуть чуть дальше видеть чуть чуть лучше стрелять чуть чуть быстрее стрелять в целом это очередное ускорение ну и конечно же самое приятное вишенка на торте это то что есть артиллерия в которую тоже можно воткнуть вентиляцию и она тоже вся где можно воткнуть вентиляцию скорее всего в одну из категорий до попадет потому что артиллерия где будет категория живучесть это вообще возможно такое будет или я сомневаюсь и вот у артиллерии будет вентиляция давать не пять процентов а шесть с половиной да там у многих арточек открытая рубка и вентиляцию туда вообще нельзя поставить но есть и закрытой рубкой где вентиляцию можно поставить да сейчас можно поставить и фиолетовую и в оборудовании 20 тоже можно будет поставить фиолетовую вентиляцию которая дает семь с половиной процентов но розовое или фиолетовое оборудование есть далеко не у всех а это будет обычное оборудование которое будет доступно всем и она будет давать больше грубо говоря это просто увеличение характеристик танчиков многих в игре просто одним оборудованием уже только вентиляции также здесь очень большое количество оборудования направленная на ускорение динамику скорость поворота танка или только башни продолжительности засвета врага или более быстрого исчезновения из засвета своего танка улучшение обзора динамики очень много таких ускоряющих показателей и отчасти какое-то определенное количество танков которые мы каждый бой будем встречать они будут быстрее они будут более маневренными лучше светить и быстрее исчезать из засвета да это будут не все танки но какой-то определенный процент наверное не сильно большой но добавится такого что будет еще быстрее плюс еще засвет станет более жесткий колесники которые на 4 секунды быстрее из-за света исчезают это будет 6 секунд колесник засветился 6 секунд посвятился если ты не обновил засвет он исчез там есть еще оборудование на увеличение максимальной скорости на мощность двигателя и так далее в целом это просто какая-то жесть которая куда ни ткни она ускоряет игру везде либо увеличивает характеристики танка так что ты будешь просто жестче жахать да это все на маленькие процентики но это полномасштабное ускорение и увеличение характеристик плюс еще те танки которые упороты только в одну какую-то характеристику или в две такие как и стр в этом или колесник для них некоторые оборудование будут еще сильнее увеличивать эти их две упоротые характеристики допустим у колесника скорость маневренность и незаметность они и так чересчур это их фишка и их можно будет еще сильнее вкрутить при помощи оборудования плюс еще допустим стр в этом незаметность и нанесение урона здесь выкручена на максимум и это можно будет при помощи оборудования еще вкрутить сильнее и в некоторых моментах танки которые заточены под один какой-то игровой момент будут этот игровой момент отыгрывать еще жестче что добавит еще больше неадекватность также еще глядя на оборудование живучесть что хочется сказать что она все не имеет смысла чтобы этим пользоваться нужно чтобы танчик имел особенность такую чтобы у него всегда что-то ломалось допустим есть оборудование защита модулей плюс 30 процентов модулям прочности слот с категории живучесть то будет 50 процентов прочности модулям плюс еще все остальные оборудование они по сути точечно улучшают что-то одно баки там или двигатель чтобы она там не орела и так далее и здесь допустим некоторые оборудования смотрятся вообще никак ящик с инструментами он как был такой и остался усиленная ходовая грузоподъемность прочность ходовой урона при падении скорость ремонта ходовой то есть он отчасти делает работу ящика с инструментами но при этом все остальное она не нужно в бою вообще на мой взгляд каждая из оборудования живучесть должен давать значительный прирост качкам прочности танка тут есть улучшенная закалка которая добавляет 5 процентов к запасу прочности машины если мы это оборудование вставим слот с категорией живучесть то будет плюс 10 процентов к запасу прочности машины на мой взгляд каждое из оборудований на живучесть должно добавлять хп потому что хп у танков никогда не хватает потому что все будет светиться жестче маневренности скорости и засветы будут жестче артиллерия так или иначе точно станет чуточку жестче и при этом оборудование на живучесть оно как было всратое так и остается всратое да если у твоего танка допустим часто ломаются баки и он горит там в лоб допустим как советский какой-то танк ты поставишь заполнение бакал co2 прочность бака увеличится на 100 процентов если это обычный слот под оборудование если это слот под оборудование на живучесть на 150 процентов плюс еще один раз забой ты не загоришься если баки если у бака у кончится очки прочность но это разовые случаи единичные оборудование на живучесть не будет использоваться на постоянке как какое-то необходимое это будет точечно исправлять жесткий минус танка причем только некоторых на замедление боя оборудование нету практически вообще только вот эти вот точечные оборудование на живучесть где ты не взорвешься если бы укладка закончится ты не загоришься если очки прочности баков закончится и так далее которые будут использоваться только в некоторых единичных танках но зато все остальные оборудование получат усиленные характеристики если правильно будут втыкаться и у нас все танки получат дополнительные параметры там к досылателям вентиляциям сведением стабилизациям к засвету новые оборудования и динамики новые оборудования ну и конечно же вентиляция которая раздастся прям улучшенная всем сто процентов динамика боя увеличится у всех потому что просто все оборудование станут с большей циферкой и все честно говоря я здесь улучшающего геймплей в оборудовании не вижу вообще ничего абсолютно грубо говоря здесь у некоторых оборудований увеличена циферка у некоторых нет единственно что апнули на живучесть некоторые оборудования там на боевую кладку баки там и так далее одной вот строчкой что один раз за бой ты защитишь свой танк либо от возгорания либо от взрывовой укладки в целом это просто нагнетание параметров танков еще жестче и за один раз все танки дружно апнуться и станут жестче чем были мы уже с годами заметили к чему приводит увеличение параметров огневой мощи и введение в рандом более быстрых танков а здесь будет оборудование которое увеличивает и огневую мощь и ускоряет любой танк который ты захочешь эти два направления в картошке ускоряют бои очень жестко и после этого патча бои станут еще быстрее хотя казалось бы и так по три минуты на мой взгляд оборудование нужно переделать было в сторону какой-то хардкорности они опять оказуаливание для дурачков нужно было сделать как-то и более интересно чтобы они не были такие жесткие кто все время заставляет их апать нужно было какие-то новые механики интересные по придумывать ничего нового я здесь не вижу вообще просто увеличение характеристик и все при этом при всем будет еще переработка перков и я уверен на сто процентов что там примерно те же самые умения увеличения характеристик будут что и в оборудовании поскольку в оборудовании проглядываются те же самые параметры что есть сейчас в старых перках то они понасували в оборудовании и скорее всего то же самое мы увидим только еще более усиленное в перках в новых и это еще раз ускорит игру сто процентов то есть игре 10 лет и вместо того чтобы придумать новые оборудования и перки они просто решили им циферок чуть больше добавить и добавить больше оборудований на ускорение игры и в целом это все выдастся кому целевой аудитории world of tanks которая заходит в игру лишь бы как-нибудь поиграть и на более ускоренных танках и которые лучше светят и лучше дамажат они будут лишь бы как-нибудь быстрее играть быстрее друг друга убивать и все в целом я недоволен это ужасно улучшение игры здесь я не вижу вообще только опять ухудшение и очередной раз они чё-то апают и ускоряют с вами был арчи карать красиво всем пока и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok